На главной высоте страны, Мамаевом Кургане, установили поклонный крест в память армян, погибших в Сталинградской битве. На священной земле воевали более 30 тысяч воинов из тогда еще Советской Республики Армения. 10 тысяч из них погибли в боях. В памяти об их подвиге представители Волгоградской областной организации «Армянская диаспора» установили на западном склоне высоты 102 каменный национальный крест Хачкар. Наш корреспондент Ани Унанян приняла участие в этом знаковом событии. Для всего армянского народа этот день стал знаменательным и волнительным. На главной высоте России, на Мамаевом Кургане, у братской мемориальной могилы установили памятный поклонный крест Хачкар. В переводе с армянского Хачкар означает «Хачкрест, кар камень». Для армянского народа это символ христианства. История возникновения крест камня уводит нас в начало 4 века. Когда в 301 году армяне первые в мире добровольно приняли христианство как государственную религию. И несмотря на все гонения и притеснения, веру не поменяли. В годы Великой Отечественной войны народы Советского Союза плечом к плечу, несмотря на национальную принадлежность и вероисповедание, вместе сражались против общего врага. Сталинградская битва имела не только стратегическое, но и важное политическое значение. Ведь общеизвестно, что 26 вооруженных дивизий турецкого правительства в те годы, в феврале 43-го, ждали краха Сталинграда. И готовы были напасть на армянскую землю, на тогдашнюю советскую Армению, чтобы завершить свои начатые планы. Поэтому сегодня в героическом ряду подвигов воинов Красной Армии роль сынов Армении стоит в особом ряду. В битве на Волге принимала участие 76-я горно-стрелковая дивизия Ордена Красного Знамени, далее ставшая 51-й гвардейской дивизией под командованием Ованеса Баграмяна. Среди защитников дома Павлова был политрук Вачика Вегемян, погибший смертью храбрых. Старший лейтенант Сурен Мирзаян, героически отражавший атаки танков Манштейна. Примеров героизма многие сотни и тысячи, и они стали неоценимым вкладом в коренной перелом битвы и в общее дело победы. Всего на полях сражений за годы войны погибло 310 тысяч граждан Армении. Армяне душой и телом всегда вместе с русским народом, с советским народом, всем российским народом. И в пределах своих возможностей работает созидательно на благо нашего Отечества. Церемонию освящения провел глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянско-Апостолской Церкви архиепископ Езрас. Крест-камень был привезен в Волгоград из Армении и изготовлен из армянского базальта именитыми мастерами, специальными резчиками по камню. Установка памятного креста имеет общегосударственное значение для Республики Армения. Именно поэтому на торжество прибыл генеральный консул в Южно-федеральном округе России Вардан Асаян. Принимал активное участие в Сталинградской битве и был награжден орденом Невского. Поэтому я с трепетом и с большим уважением отношусь к этому мероприятию. На крест камня высечена надпись «Хачкар возведен в память о сынах Армении, павших в Сталинградской битве». Эти слова идут из души каждого армянина, живущего на Волгоградской земле, и олицетворяют сегодня, как и тогда, братство, единение всех народов, которые участвовали в Сталинградской битве и одержали такую важную победу. Мы гордимся, что именно в нашем городе, городе Героя, на Мамаевом кургане установили хачкар, который олицетворяет мужество армянского народа. И нам очень приятно, что на открытии хачкара, являющегося художественным символом армян, собралось такое огромное количество людей, которые так же, как и мы, любят и гордятся своим народом. «На Мамаевом кургане, каждый сантиметр которого пролит кровью безвинных людей. И поэтому я считаю, что вот для нас, армян, это символ, памятник Мамаев курган, панорама Сталинградской битвы, это памятник, которому все поклоняются, как месту священному. А сейчас это вдвойне, потому что, в основном, наш хачкар, хачкар символизирует вечность, хачкар символизирует веру и победу добра над злом». Именно вера вела армянский народ через века к свободе. Именно вера давала силы даже в неравной битве одержать победу, укрепляя дух. Недаром какие бы испытания не выпадали на долю армянского народа, перед каким бы выбором он ни стоял, он нес свой крест. Ани Унанян, Татьяна Крючкова, Артур Захаров, Вести 34.